С прошлого года в Лобне в рамках областного пилотного проекта начали устанавливать эко-боксы. Так и называются контейнеры, предназначенные специально для особо опасных отходов – энергосберегающих ламп, батареек и градусников. На днях у здания администрации установили уже шестой по счету эко-бокс. Репортаж Екатерины Клемешевой. Всему свое место решили год назад городские власти и подключились к экологическому марафону по установке специальных урн для особо опасного мусора. На днях в городе появился уже шестой по счету контейнер, куда смело можно выкидывать отслужившие свой век энергосберегающие лампы, батарейки и градусники. И не бояться нанести вред окружающей среде. Ртуть – это тяжелые металлы. Также всякие кадмии, цинки, которые содержатся в батарейках – тяжелые металлы. Это вызывает очень серьезные заболевания. У нас, если так вот провести статистику, раньше же меньше болело раковыми болезнями. А почему сейчас больше? А потому что, во-первых, у нас больше опасных отходов получается. Мы их неправильно утилизируем, неправильно выкидываем. Тем самым загрязняя, все это накапливается и в нас, в наших детях. Частная инициатива по установке терминалов для опасных отходов переросла в федеральный проект, нацеленный на улучшение экологии и, как следствие, здоровье людей. В среднем за месяц в одной урне накапливается около 400 энергосберегающих ламп. Каждая из них содержит ртуть и требует правильной утилизации. То же касается батареек. В них есть опасные металлы. На торжественную установку шестого экобокса пришел Николай Гречешников. Не с пустыми руками. Вроде бы такое небольшое вещество, а вред от нее большой, если оно не в положенном месте. А вот ее как раз и надо каждому в свое место. Вот такой контейнер, смотрите, как элементарно просто. Раз и все. Проект нашел не только поддержку властей, но и отклик у жителей Подмосковья. Люди, в частности лобницы, проявили экологическую ответственность. Наполняемость урн высокая, что позволяет строить амбициозные планы. По идее, на тысячу человек должен приходиться один экобокс. Создатели проекта планируют приблизиться к таким результатам уже к концу следующего года. А лобня стала одной из первых городов, где запустили проект. Мы сегодня просто отрабатываем совместно с правительством Московской области, с теми организациями, которые профилируются, занимаются вопросами экологии, охраны окружающей. Отрабатываем наиболее лучшие алгоритмы, как правильно сегодня и эффективнее решать эти проблемы. Яркие оранжевые терминалы, которые сложно не заметить, устанавливают бесплатно. А вот обслуживание стоит 5000 рублей в месяц. Экобоксы внутри обшиты специальным материалом. Выбрасываемые ртуть, содержащие лампочки и градусники остаются целыми. Каждую неделю содержимое терминалов вывозят для утилизации на заводах. Приезжает специальный автомобиль, который при установке, открывает этот контейнер, изымает оттуда содержимое, лампы, батарейки, обрабатывает демеркулизационным раствором. В случае, если вдруг утечка паров каких-то произошла, там все герметично. И увозят это все на утилизацию. Попало лобни и в антирейтинг. Именно жители нашего города, чаще других, выкидывают в экобоксы и простой мусор. В основном – бутылки от алкогольных напитков. Екатерина Клемешева, Александр Михайлов, телекомпания Лобня.